Доброго здравия, зрители Народного Славянского Радио! Доброго здравия, свои! Доброго здравия, православные староверы-ингляне! С вами я, Любомир Таймыр, и сегодня этот ролик будет посвящен такому важному празднику, как Веды Инта, который мы, православные староверы-ингляне, празднуем согласно круголету числа Бога 33-го эллиот. Два этих древнерусских аббревиатурных слова «Веда Инта» расшифровываются как «Веда мудрость» и «Инта истина наших твердо асов». То есть мудрость, которую дали нам наши прадцы. Сейчас на ваших экранах будет показан обряд, который так и называется «Веды Инта». Будет показано, как он сотворяется, будет показано, что надо делать, для чего и как. Эта обучающая видеозапись обряда была записана несколько лет назад для непосредственно наших единоверцев, а также учеников обряда Учебного Клуба Мира. Но я хочу вам ее подарить и посвятить в таинство этого древнего обряда по зарядке воды в этот день. Это очень важное и древнее действие. Поэтому отнеситесь с должным уважением все, что вы увидите сейчас на экране. Итак, я представляю вам древнерусский славяно-арийский обряд «Веда Инта». Доброго здравия единомышленники, доброго здравия соратники, доброго здравия православные староверы-ингляне. С вами я, Любомир Таймыр. Сегодняшний наш выпуск посвящен нашему древнему празднику Веда Инта, которым мы, православные староверы, как и предки наши, отмечаем согласно круголету числа Бога 33-го эйлет в сороковник посева и наречения. В этом видео мы вспомним виды носителей информации мудрости предков, нимб, или, проще и правильнее говорить, веды. А также вспомним и покажем древний обряд Инту, который наши предки использовали для передачи информации через воду и настойки этой воды на ронах. Сам праздник Веды Инта – это день, когда почитается мудрость, которую оставили нам все светлые боги и многомудрые предки. В первую очередь они нам оставили священные веды. Если говорить, то в очень упрощенном переводе этот праздник на современном русском языке означает вот что. Слово «веды» означает «знание, бытие и развитие, соединенные вместе, полученные в древности непосредственно от родных богов». «Инта» означает «истинное бытие, сохраненное мудрыми предками, по утверждению свыше указанию для потомков богов, живущих на земле». То есть Веда Инта – это истинная мудрость, переданная нам богами и предками. Наши предки использовали различные нимпы. И для передачи мудрости это в первую очередь были харати, а харати они были записаны на пергаменте. Сантии, которые были записаны на металле, к ним мы еще вернемся попозже. Дощи, записанные на дереве, а позднее появилась уже уменьшительно ласкательная форма дощечки. Например, часть велесовой книги так и была записана на этих как раз таки дощечках. «Скрижали» – записи на камнях, кое распространены до сих пор и по всему миру. «Узоры» – узорочи. Это когда информацию записывали на ткани, когда писали краской или вышивали, обережные узоры, орнаменты, ну, чтобы люди могли узреть роспись, то есть то, что просами писано. Например, расписаны стены в капищах, в храмах наших предков. Берестяные грамоты – на них писали чертами и резами. Ну и, конечно же, узелковая письменность – самый древний носитель из ныне существующих. Подробнее вы сможете узнать об этих носителях информации предков как раз таки в голосовом про нимпы. Оно так и называется – носитель информации мудрости предков. Найти вы его можете в нашей основной группе «Аукмир» в социальной сети ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Формы записи у наших предков тоже были различны. Это и доарийское письмо траги, это и хаорийское письмо руны, то есть коруна, да? Это и росенское письмо образно-зеркальное. Ныне, кстати, камень преткновения современных ученых. Именно про него и пишут, что «эт русская» не читается. Также существовало и существует светорусское письмо, ныне нам известное как «буквица». Наверное, это сейчас самый популярный вид письменности у современных староверов. Торговое письмо, глаголица. И, конечно же, славенское народное письмо, так называемые черты-резы. А также на основе них и были распространены разные тайнописи. Но вернемся к Сантиям. Например, все мы знаем, что Сантии в оригинале записаны рунами. Руны – это тайные образы хаарийской короны. Слово «коруна» так и означает «сборник тайных образов». О коруне мы не раз уже рассказывали и потихоньку знакомим вас с ней в нашей основной группе. Подробнее о коруне вы также сможете узнать в голосовом. Ссылка тоже будет в описании. В общем, если говорить технологически, то Сантии – это листы из благородного металла. Золото, серебро, платина, на которых начертаны руны. Кроме того, что руны эти продавлены, они еще и заполнены красной краской. Ну, типа киновари. Но не им, а специальной краской по металлу, которая очень долго держится. И до сих пор действительно есть Сантии, на которых эта краска присутствует. Система написания Сантии есть строчная, а есть столбовая. Но мы поговорим о строчной системе, так как мы с ней больше знакомы. Из строк в каждой руне по 16 рун. Все этих строк ровно по 9. И это уже называется шлокой. Они образуют 16 шлок в одну Сантию. 9 Сантии образуют круг. То есть 144 шлоки. Например, самые известные всем Сантии Веда Перуна состоят из 9 кругов. Это связано с тем, что когда бог Перун в третий раз посещал Мидгард, он целую неделю общался с людьми, и одна беседа записывалась в круг. К сожалению, чтобы мы не нарушали современное законодательство Российской Федерации, мы не можем открыто демонстрировать примеры их написания, представленные в славяно-арийских ведах. Но ключи мы вам дали. Используйте их. В силу этой же причины мы не можем использовать в обряде, который мы вам покажем в этом ролике, также славяно-арийские веды. Мы будем использовать все дневное прославление, что априори тоже правильно. Друзья, этот обряд дошел до нас из глубины веков. Есть также упоминания о нем и в круге лет, в летописях православных староверов-инглян. Брал жрец Драгомир чары с данной 31-33 дня наречения и настаивал на рунах ключевые соки матушки сырой земли. Себе брал, земле давал и ручьи поливал. Означало это, друзья мои, что первая чара была посвящена матушке сырой земле. И ведь действительно, 37-го и лет наступал день матери сырой земли. В этот день делались жертвенные посадки. Они-то и поливались как раз-таки первой чарой. Вторая чара предназначалась для бытовых нужд. Болезни, обрядовые какие-то вещи, в еду добавляли. А третья чара выливалась в ближайшую реку, на день Лады Богородицы. Такое и отмечается в последний день сороковника посева и наречения. Делалось это для чего, друзья мои? А для того, чтобы мудрость наших богов и предков разнеслась по миру. Но чтобы ей абы кто не воспользовался, вороги ей не воспользовались, она несла рунический заряд. Потому что на эту водичку, на инту, начитывались руны. Если обратить внимание на третью руну в Коруне, в Веды, да, вот посмотрите на нее, она из трех треугольничков, которые она обозначает сразу в первой части названия праздника, мы поймем значение его. Руна Веды это обведать мудрость, знать что-либо, познавать истоки трех миров, правь, навь и явь. Она также отображает стремление к познанию чего-либо неведомого до сего времени и незнаемого ранее. Ну то есть принцип накопления знания, друзья мои, как раз таки в этой руне и заложен. И недаром ее числовое отражение это три. В Харийской арифметике это означает бесконечное множество двумерных объектов в многомерной вселенной. И если мы обратим свое внимание также на 52-ю руну в короне, Инта, да, собственно, как она называется, наш обряд, то мы узнаем, что она обозначает союз. То есть совокупность духовных энергий, направленных на постижение канонов мироздания. Естественно, канонов нашего Творца Рамхи Великого. Творца нашей галактики, кое проявила Великая Инглия. Вот что мы и будем делать сегодня, собственно, во время обряда. А именно мы будем превращать воды в Инту. Потому наши предки и назвали этот обряд Интой. То есть таким, знаете, союзом. Союзом трех источников мудрости. Что обозначают камни, да, которые вы здесь лежали? Ну, камни обозначают, первое, это трехмерия, но также каждый и определенный камень, не только эти, а вообще, да, или образование в минеральном царстве, соответствует какой-нибудь руне в коруне. Эту информацию мы пока вам давать не будем. Она сейчас ни к чему. Ее мы дадим в другой раз. На данный момент вы можете использовать не камешки, да, а образное мышление. Или используйте три кусочка кремния. Это сто процентов сработает. Также мы, я напомню, будем использовать правславления, а не веды. Ну, в этом ничего страшного нету. В древности, скажем так, вообще этот обряд походил непосредственно с сантиями, да. А тут как раз-таки информация изложена из сантии. Также использовали серебряные чары. Ну, мы делаем то, что должно, а там что будет. Не знаешь, как делать? Делай по совести. Помните, как я вам все время говорю. И помните всегда, как говорил Волх Велимудр. Боги помогаши, стремящимся к познанию мудрости предков. Итак, как вы заметили, вам понадобится кувшин с водой. Вода эта талая. Сначала предварительно я заморозил ее в морозилке, потом растопил. И вот получилась талая вода. Почему нужна талая вода? Потому что она разряженная. Там ноль информации. Вот. Точнее, есть информация, но она не повлияет на наш обряд. Три стакана или три чарки, да, как в древностях использовались. Ну, про три камня я уже сказал. В данном случае вот у нас символизирует, да, арханит, мир прави, мир нави и мир яви. Начинается все с мира яви, друзья мои. Вот. Берется стакан, да, ставится на веды или на сантии, если у вас есть сантии. Нету, тогда ставьте вот на прославление, если нет вед. Если нету и вед, и прославления, то берете просто, распечатываете на принтере листочек, да, и кладете на него там со священным каким-нибудь писанием, лучше с коруны. Или берете какой-нибудь обережек, под низ кладете просто. Вот. Это все работает. Вам нужна твердая основа. И основа это как раз таки вот они, веды. Вот это инда, вот это веды. Ну, надеюсь, вы меня правильно понимаете, да? Значит, что делается дальше? Берется, значит, камешек. Все начинается с мира яви всегда, потому что это твердыня наша. Всегда начинается с мира яви. Мы в первую очередь живем в мире яви. Значит, берется в правую руку, зажимается. Вот. Если вы выроните, или камешек у вас упал, да, не надо потом сразу писать любомиру, что это значит, что все плохо. Нет, друзья мои, ничего плохого, все нормально. Просто у вас упал камешек. Подняли и сделали дальше. Вот. Значит, зажали. Берете, зажать нужно обязательно левой рукой. Это связано с энергетическим строением человека. Вот. И с теми энергиями, которые вы хотите призвать. Вот, держите этот камешек. Это специальные у меня обрядовые камешки. Наливайте водичку. Вы, естественно, напомню вам, должны перед этим принести требы. Да, но прославление уже после. У вас должна гореть свеча на алтаре. Вот. Собственно, Ведаинта это единственный, наверное, праздник, где свеча и благовония горят до прославления. Вот. Потом вы можете их дождаться, пока они догорят. И на прославление уже само, которое после делается уже обряда, значит, зажечь их заново в нужном месте. Прославление. Итак. Естественно, вы должны быть прокачаны энергетически. И должны быть в состоянии покоя. Ну и вот. Вы наливаете покой. Наливаете. Встанавливаете мысли канал. Канал мыслесвязи устанавливаете, значит, с этой водичкой. Наливаете ее. Сейчас мы ее будем заряжать. Берете, значит, камешек. В древности не поднимаете стакан, значит, к носителям информации. Значит, в древности наши предки что делали? Они начитывали коруну. Начитывали коруну. А если это были большие чары, то и прям руны на них рисовали. То есть, специальными вилами, да? Ну, понимаете, о чем я говорю. Я могу, конечно, тоже, да, начитать там. Како, бысть, веды, глаз, добро, жизнь, зной, мир, надежда, путь, рать и так далее. Да, все руны в короне. Но это будет долго. И видео станет от этого менее интересным. Вот. Во-первых, вы это можете сделать самостоятельно. Во-вторых, я бы вам рекомендовал сделать другое. Сделать это на буквице. То есть, не прыгать вперед паровоза. Мы еще учимся буквице с вами, да? И поэтому на буквице будет правильно. В этом ничего неправильного нету. Потому что буквица, основа буквицы, это коруна. Так или иначе, буквица несет образы короны. Вы берете в покойном состоянии. Камешек у вас здесь. И начитываете. И кидаете туда. Отставляете в стороночку. Берете следующий стакан. Работаем с нами. То же самое. Камешек сюда. Наливаете воду. Берете в руку. И начитываете. То же самое делаете и с третьим источником. Желательно начитывать на одном дыхании. И это именно буквице касается. А коруну начитывали в трех дыханиях. Это известный факт. Но не получается. Просто читайте. Наливаем. Это у нас символизирует источник информации мира правия. Итак, друзья мои. Зажали камешек. А с Богом в виде глаголя добро есть и есть им живут. Зело земля и же и же и не ерв. Како люди мы сети наши. Он покой рецы слова. Твердо у каук фер хери от ци червь ша шта ер 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 ять юни ар эда ом йонь. Эд йота от такси пси фита ижица и жа. Ом. Убирайте. О, не убирайте. Ставите сюда. Заземлили. Твердыню сделали веда. И теперь смешивайте все эти источники. Так же как наливали. Мир Яй. Мир Нави. Мир Прави. Проговаривайте прямо это вслух. Берете. Берете. Ясно. Справь. Ясно. Справь. Ясно. Справь. Ясно. Справь. Така будь, така исти, така будь. Слава Богам и предкам наших. Вот вы сейчас смешали все три источника информации. Вот это и называется Ита. Вот эта водичка называется Ита. И недаром в английском языке есть мера такая, Пинта. Мера как раз таки для, по-моему, жидкости придумана. Итак. Что теперь делается? Значит, смотрите. Из этого выделяется, значит, водичка. Выделяется, да, эта вода. Это вам на день Лады Богородицы. Эту воду вы будете выливать на 37-го, по-моему, и лет. В, ну, не 37-го, в последний, в 40-й, 41-й, там, и лет, в общем, день Лады Богородицы в реке. Чтобы мудрость наших предков разнеслась по миру. Это наливаете в вернави. Этим вы будете поливать в день матери суры земли плоды, которые, семена, которые засеете. А засеете вы на природные сжатоприношения семена, как раз там вышли. Ну, и на еду, в общем, в день посева, в день матери суры земли поливаете этой водичкой. А эту водичку будете использовать для бытовых мест. Там заболело чадо, смочили лоб, выпили, добавили в суп какой-нибудь, в какие-нибудь обрядовые, в сурью. Это тоже добавляется на праздники. Может, какие-то чаи лечебные и так далее. Оружие можно освещать этой водой. Вот, в принципе, и все, друзья мои. Используйте эти знания во благо. Используйте эти знания для своего рода. Используйте эти знания и будьте носителями, хранителями его. И тогда славяно-арийская культура расцветет, как когда-то цвела по всему Мидгарду у наших с вами предков. Любви и мира. С наступающим вас днем. Веда. Инта. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Славянского Радио, заходите на наш сайт 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 славянского Радио. Продолжение следует...